МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В чём уникальность этой первой волны? Это массовая иммиграция в сжатый период времени. Давка страшная, сотни тысяч людей пытаются попасть на пароходы. Картина была настолько мрачна и пустынна, что Кутепов невольно спросил – и это всё? Кто-то работал швейцаром, кто-то рубил и возил дрова из леса. Офицеры тут физической работой занимаются, грузят шпалы. Современный вид Белграда – это во многом заслуга Николая Краснова. Николай Второй называл её «курским соловьём». То, что у русских есть приоритет в такой области, как Комикс, мы не знаем. У русских иммигрантов, по сути, нет никаких паспортов. Те, что есть, выданы страной, которая более не существует. Это сотрудники советских спецслужб наняли итальянский пароход, который врезался в яхту и потопил её. Все сидели, жили на чемоданах, потому что надеялись вернуться домой, тебе на родину. Столетняя дистанция при таком рассмотрении как будто сразу исчезает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, друзья! Мы в Берлине, городе, который, как вы знаете, стал сейчас одним из главных центров русской эмиграции. Снова стал, потому что уже был сто лет назад. Когда, по разным данным, от полутора до трёх миллионов русских иммигрантов уехали из России после революции 1917 года. Этот массовый отъезд, как вы знаете, называют первой волной эмиграции. Потом, после начала войны, будет вторая, третья, четвёртая в СССР. Сейчас, вроде как, пятая. Ту первую волну эмиграции принято называть белой. Белой эмиграцией, что, строго говоря, не совсем верно, потому что далеко не все уехавшие там были белыми, в смысле не все воевали с красными в гражданской войне в России. Было достаточно, например, революционеров, тех же эсеров, которых большевики потом объявили своими врагами. Было и множество обычных гражданских, которые вообще не участвовали в войне, но не хотели жить при советской власти. Были и те, кого выслала из России сама советская власть. Но в СССР их всех уехавших русских назвали белыми эмигрантами. Это название закрепилось, так что и мы его сегодня с этой оговоркой будем использовать. Хотя бы для того, чтобы отличить эту волну эмигрантов от всех последующих. Почему мы решили снять выпуск про этих людей? Ну, за исключением очевидных параллелей с сегодняшним днём, которых очень много и которых мы в силу этой очевидности как раз и не хотели особо подчёркивать, хотя вы и сами их увидите. Потому что, когда мы говорим про белую эмиграцию, то обычно нам кажется, что это были события, люди какого-то колоссального масштаба. Такие титаны, которые не просто жили, а эпически страдали, героически шли через тернии, были аристократами духа, всё такое, творили историю. Отчасти это правда, можно так сказать, потому что эпического в их истории было немало. Однако же, как и любая большая картина, это в первую очередь мозаика. И если вы нас давно смотрите, вы знаете, что нам в редакции не столько интересны глобальные картины, сколько нам интересны отдельные её части, отдельные люди. И если мы начинаем смотреть на ту белую эмиграцию пристально, то начинаем видеть много знакомого, того, с чем мы сталкиваемся и сегодня. И столетняя дистанция при таком рассмотрении как будто сразу исчезает. Кажется, что мы говорим о наших знакомых или соседях. И как раз такой рассказ нам показался сегодня очень актуальным и интересным. Потому что иногда он действительно выглядит как трагедия. Но иногда выглядит как детектив. А нередко выглядит как комедия или авантюрный роман. Например, вы знали про знаменитую певицу Надежду Плевицкую, которая вместе с мужем, белым генералом, стала агентом советской разведки, была вовлечена в похищение и, возможно, в убийство? Или про любовную драму Ивана Бунина? В эмиграции он стал нобелевским лауреатом, что хорошо известно, но куда менее известно, что его муза, девушка, которая вместе с ним жила и с его женой, сбежала от него к другой женщине? Или взять невероятную историю Василия Шульгина, депутата Госдумы, принявшего отречение Николая Второго, уехавшего в эмиграцию, потом нелегально вернувшегося в Советский Союз, написавшего об этом захватывающую книгу, которая, как потом выяснилось, была, как и вся его поездка, спродюсирована и организована на Лубянке, а он этого даже не знал. Или вы знали про донского казака Николая Парамонова, который был миллионером до революции, все потерял и потом уже за границей начал с нуля и снова стал миллионером? Или вот Александр Зубков, который выдавал себя за аристократа и кинозвезду, женился на сестре Кайзера Вильгельма натурально и спустил остатки её состояния, что, кстати, не точно. Это лишь маленькая часть тех историй, что происходили с белыми грантами. И мы поняли, что в один выпуск мы эти истории никак не уместим, иначе это будет бесконечный фильм. Поэтому мы, когда уже углубились в эти съёмки, мы решили, что будет у нас две части. И потом мы поняли, что и в две части мы не уместимся. И впервые, друзья, в истории редакции мы решили сделать мини-сериал из трёх частей. Конечно, все помнят, что центром той эмиграции был Париж. И до него мы, безусловно, с вами доберёмся. Но не меньше историй происходило с белыми грантами здесь, в Берлине, в Мюнхене, в Праге, в Белграде, в Стремских Карловцах, в Галлиполе, в Константинополе. Ну и, конечно, кроме всех этих мест, мы снимали ещё и в России много, куда многие из эмигрантов отчаянно стремились и по которой все они очень скучали. Вообще, вы увидите, что это очень современная история. И хотя её герои, конечно, жили в другую технологическую эпоху, интернета ещё не было, мы поняли, что многие их тексты, а текстов они оставили очень много, элементарно можно поместить в знакомый нам интерфейс телеграм-каналов и чатов. И это единственный постановочный приём, который мы себе в этом нашем мини-сериале позволили. Все истории при этом и все описанные события – чистая правда. В чём уникальность этой первой волны? Это массовая эмиграция в сжатый период. Это всё-таки в основном с 18-го по 20-й год. И впервые есть столь высокий уровень элиты. Но есть такое заблуждение, что она вообще была элитарная. Вся эмиграция? Вся эмиграция. Это не так. Это не так. Элита составляла меньшинство, но доля элиты среди эмигрантов была, конечно, очень высока. Скажите, а большевики поначалу не препятствовали отъезду эмигрантов? Или с самого начала были не в восторге? Ну, видите ли, во-первых, как они могли препятствовать, когда уезжали в основном всё-таки из тех территорий, которые большевики не контролировали. К концу 1920-го единственной территорией в европейской части бывшей империи, которую ещё не контролируют большевики, остаётся Крым. Именно отсюда, по морю, выбирается огромное число будущих эмигрантов. Они – последний осколок Белой армии, которым командует барон Пётр Врангель. В ноябре красные под командованием Фрунзе начинают штурм Перекопа и Сиваша и врываются на полуостров. У них подавляющее численное превосходство – более 140 тысяч штыков против 40 с небольшим тысяч у белых. Врангель понимает, что дело проиграно. Иного способа спасти остатки армии, кроме эвакуации, нет. Это порт Мода в азиатской части Стамбула. Сейчас действительно модное место. Здесь разбит такой продвинутый парк. Очень, кстати, много русских. Постоянно звучит русская речь, и туристов много, и эмигрантов нынешних. И сто лет назад здесь тоже очень много и часто можно услышать русскую речь. Потому что именно сюда приходит флотилия русских кораблей, которые эвакуируются из Крыма. Это осень, ноябрь 1920 года. Красная армия вошла в Крым. И главнокомандующий белыми войсками, белой армии Пётр Врангель отдаёт приказ об оставлении Крыма. Он в этом приказе пишет, что те, кому не угрожает непосредственная опасность, должны подумать и могут остаться. Потому что впереди неизвестность, и те, кто предпочтёт эвакуироваться вместе с армией, должны будут, как пишет Врангель, разделить с нею её крестный путь. Так всё и получится. В десятых числах ноября начинается печально знаменитая эвакуация из Крыма. Думаю, что вы про это, конечно, слышали, потому что до сих пор в русском языке сохранилось выражение для описания какой-то хаотической давки, что это у вас тут как последний пароход из Севастополя. И действительно давка страшная, сотни тысяч людей пытаются попасть на пароходы. Эта история сохранилась в десятках мемуаров, на сотнях фотографий. Про неё, кстати, в Советском Союзе фильмы снимали. Например, можно вспомнить «Служили два товарища», прекрасный советский фильм. В общем, примерно 150 тысяч человек грузятся на 126 кораблей от больших пароходов и крейсеров до совсем маленьких буксиров и отбывают в изгнаниях. И так спустя пять дней в море русская флотилия из Крыма прибывает сюда, в Константинополь. В ней уже меньше кораблей. Один, по злой иронии, это был миноносец живой, затонул во время шторма. Здесь, в Константинополе, на тот момент вовсе не турки руководят и вообще ещё нет Турецкой республики, которую мы знаем сейчас. По итогам Первой мировой войны Турция, тогда Османская империя, была принуждена заключить унизительный мир, потому что она вступила в войну на стороне Германии и проиграла. И, собственно, империя распалась. И по условиям этого мира контроль над проливом Босфор, на котором стоит Константинополь, переходит к союзникам. Вообще была грандиозная возможность тогда у России взять контроль над Босфором. И Россия с этой мыслью, в том числе в войну, и вступала. И вообще, как мы помним, это была многовековая мечта многих русских правителей контролировать проливы. Но в России, как мы помним, революция, гражданская война, уже всем не до проливов, и здесь верховодят союзники по Антанте. Конкретно прибывших русских берут под опеку французы. И они, как союзники Белой армии, выражают готовность принять здесь русскую эмиграцию, но они совершенно не ожидают такого количества людей. Они ждут, что где-то будет примерно 30, может быть, 50 тысяч. А одномоментно прибывает 150 тысяч. Ни одно правительство белое, антибольшевистское, скажем так, не было признано великими державами. Ни одно. Кроме Франкельского, который контролировал реально Крым и Таврическую губернию. То есть он на тот момент представлял легитимную власть с точки зрения Франции. И там, в Константинополе, было, в принципе, где, хотя и в ужасных условиях, разместить и военных, и гражданских. Условия, в которых русские на этих кораблях находятся, это такая тяжёлая картина, можно легко себе её представить. Корабли набиты под завязку. И трюмы, и палубы, и трапы, и везде, где только можно поместиться, везде толпы людей. Как пишет один современник, они свисали с мачт Гроздьевны. В Константинополе их сразу на берег не выпускают, потому что в городе эпидемия Тифа, плюс французы сразу установили карантин двухнедельный. И в общем люди находятся в бедственном положении, потому что у многих закончились деньги, у многих закончилась еда. Вокруг прибывших кораблей в порту, разумеется, сразу начинается мелкий бизнес. Купи, продай, обменяй. Повезло больше тем, кто какие-то семейные драгоценности привёз, золото, потому что русские деньги уже не котируются. Такая тоже очень понятная ситуация. И в таком положении люди день за днём находятся на кораблях. А сойти, в конце концов, французы разрешают в основном гражданским, потому что, что касается военных, на них совершенно другие планы. Нужно было убедить Врангеля распустить армию. ООН хотел сохранить армию. Европа устала от войны. Затевать войну с большевиками никто не собирается. И, следовательно, армия Врангеля никому не нужна как армия. И поэтому её надо разоружить? Её надо разоружить, надо как-то, чтобы они стали гражданскими людьми. Французов, конечно, тоже можно понять. Представляете, вы контролируете враждебный город. Тут приходят армады, на которые порядка 70 тысяч вооружённых военных. Целая армия. Разумеется, первое желание любых властей – этих людей как минимум разоружить. Мало того, разоружить. Их же нужно снабжать, их нужно кормить. И французы со скрипом, но берут на себя эту ответственность. Поэтому они принимают решение в качестве компенсации за эту услугу забрать с прибывших кораблей всё, что может представлять какую-то ценность. Продовольствие, амуницию, оборудование какое-то. Некоторые корабли тоже реквизируют целиком. Потом русские мигранты подсчитали, что на 69 миллионов франков всего имущества забрали французы. На нынешние деньги мы посчитали это порядка 60 миллионов долларов. Прилично. Русские, конечно, разоружаться не хотят. Русские военные. Кто захочет разоружаться в такой ситуации? Поэтому происходят драматические сцены, когда винтовки выкидывают за борт, только чтобы они никому не достались. Главная причина, почему русские хотят сохраниться как армия и почему это желание очень важно для самого Врангеля, потому что они считают, что они здесь ненадолго. Мы с этим ещё много-много раз столкнёмся в нашем рассказе. Все они считают, что большевики скоро падут, и они смогут благополучно вернуться в Россию. А те, кто прибыл сюда, они скорее считают по-другому, что сейчас они соберутся с силами, союзники окажут помощь, и они вернутся опять через Чёрное море в Россию, выбьют большевиков из Крыма, а там и до окончательной победы недалеко. В отличие от большинства своей армии, командующий Пётр Николаевич Врангель живёт вместе с семьёй в относительном люксе, точнее, в безотносительном люксе, потому что живёт он на яхте или, как сейчас говорят, на лодочке. Лодочка стоит вот здесь, на Босфоре, называется «Лукул». Это вообще интересная история этой яхты. Она английской постройки, была приобретена Россией, одно время была служебной яхтой российского посла в Константинополе, потом попала в Крым, попала к Белой армии вместе со всей российской армадой и в 20-м году сюда пришла. И Врангель на ней живёт, и на ней проводят приёмы официальные и неофициальные, потому что резиденцией государственной и столицей, точнее штаб-квартирой русской эмиграции является, конечно, русское посольство. Но оно тесное для всех, и понятно, что на яхте в любом случае намного приятнее находиться. Правда, Врангель жаловался штамм таракана, что она тесная, но мы понимаем все проблемы с жизнью на яхте. Шучу. 15 октября 1921, примерно через год после того, как русские сюда прибыли, в эту яхту врезался итальянский пароход «Адрия», шедший из Батуми, оттуда с Чёрного моря, и разломил её пополам. Она мгновенно затонула. Удар пришёлся как раз в ту часть, где находилась генеральская спальня. По счастливому стечению обстоятельств Врангеля и его семьи в тот момент не было на борту, они были на берегу, несколько человек погибли, и вместе с яхтой пошёл ко дну обширный архив Врангеля и, как рассказывают, значительная часть денег Врангеля. К счастью, в тот день у дедушки и бабушки была годовщина свадьбы, поэтому они сбежали с яхты в Константинополь на праздничный ужин. И едва они сошли с яхты, пароход пробил её борт, и за три минуты она ушла на дно. У меня, кстати, осталась одна из немногих вещей, которые всплыли на поверхность — спасательный круг. Насколько я знаю, это сотрудники советских спецслужб наняли итальянский пароход, который врезался в яхту и потопил её. Официальное расследование приходит к выводу, что произошла случайность, виноват, понятно, капитан парохода, но он не имел злого умысла. Разумеется, среди русских эмигрантов сразу распространяется слух, что это было покушение на Врангеля, и долгое время эти слухи никакого подтверждения не имеют. Однако через пару лет, в двадцать третьем году, Максим Горький, дело происходит уже в Европе, рассказывает своему приятелю Владиславу Ходосевичу, что к этому происшествию имеет отношение Елена Феррари. На переломных моментах истории возникают такие личности, которые при других обстоятельствах можно было бы назвать ренессансными, и которые совмещают в себе массу талантов. Это вообще во всех отношениях выдающаяся женщина. Она красавица, она полиглот, знает то ли пять, то ли шесть языков, включая турецкий. Она поэтесса, пишет стихи, она водит знакомства в литературных кругах с Горьким на короткой ноге. И самое главное, она агент советской разведки. И позднее будут найдены документы, что и сюда, в Константинополь, и позднее в Европу она прибывает по заданию ГПУ. Интересно, кстати, как сложится судьба Феррари. Очень типично для той эпохи и предсказуемо трагично. Она потом вернётся из Европы, продолжит службу в органах госбезопасности, в 38-м году будет арестована и расстреляна. В общем, Горький рассказывает Ходосевичу, что Елена Феррари была на том самом пароходе Адрия, который врезался в яхту Врангеля. И, конечно, если это действительно было так, а в общем есть уже и другие свидетельства, что в 21-м году она находилась с заданием в Константинополе, то, скорее всего, действительно это происшествие с яхтой было не случайностью, а было покушением на Врангеля. Но он уцелел. Послушайте, шпионов там было предостаточно, сами понимаете. Большевики отлично организовали подпольную работу. Они существовали подпольно, бог знает, сколько лет, и поэтому справлялись с этим лучше других. Без сомнения, там были шпионы. Мы в основном сосредоточились здесь на Врангелевской иммиграции, но справедливости ради надо сказать, что за несколько месяцев до войск Врангеля сюда приезжают остатки армии генерала Деникина, которая эвакуируется из Новороссийска. Большинство эвакуировались в Крым, но 25 тысяч человек примерно сразу сюда приехали. И вообще взаимоотношения двух этих людей – это такая история про двух медведей в одной берлоге. Они два таких военных лидера, вождя абсолютно убеждённых и идейных человека, которые друг друга на дух не переносят. Врангель в своё время служит под командованием Деникина, она всё время его критикует, потом Деникин в результате передаёт командование Врангелю в тот момент, когда уже никакого влияния на судьбу гражданской войны это оказать не может. И оказавшись в иммиграции, они… Ну не то чтобы два её центра, но они друг с другом никак не взаимодействуют. Одной из главных ошибок Белой армии стало то, что всё свелось к личностному противостоянию. Конечно, была проблема в отношениях между Деникиным и моим дедом. Деникин всегда считал, что мой дед – охотник до славы, что он ищет славы. А он был просто лихим командиром, тем, кем не был Деникин. Деникин своё пребывание здесь, в Константинополе, в том числе описывает в своём фундаментальном труде очерки об истории русской смуты и, в частности, здесь происходит очень тяжёлый трагический для генерала эпизод. Здесь прямо в русском посольстве застрелили его ближайшего сподвижника, генерала Ивана Романовского. И Деникин настолько этим подавлен, что сразу после похорон Романовского он уезжает в Европу. Больше в Константинополе и вообще в Турции никогда он не бывал. Большинство эмигрантов воспринимают Константинополь как промежуточную точку в своём пути и надолго здесь не задерживаются. Например, Иван Бунин остаётся всего на пару недель. К моменту революции Бунин был уже дважды лауреат Пушкинской премии. Почётный академик по разряду изящной словесности Императорской академии наук. Бунин и никогда не помышлял. Эмигрировать. Никогда. Конечно, всё перед ним на глазах, это всё происходило, весь этот ужас. Но главное – нарастание всей этой ситуации революционной. Её он уже почувствовал после 1905 года. Вот когда был первый этот звоночек, он уже почувствовал, что по его же свидетельству он в седьмом году сказал «Ещё десять лет, а России конец». Вот революция свершилась. Он уехал только в следующем году, в восемнадцатом году, в начале лета. Он уезжает на юг, в Одессу. Уже это было безумно сложно сделать. В самый последний момент. На последнем пароходе, который отходил из Одессы. Он тянул до последнего. Думал, ну вот сейчас, ну вот сейчас, ещё чуть-чуть. Сейчас союзники там эти приедут, французы, американцы, ещё кто-нибудь там. И когда уже части Красной Армии, можно сказать, были под Одессой, уже входили в город, уже в этот момент Бунин погружался на пароход Спарта. Последний пароход, который смог выйти в море. Французский пароход Спарта берёт курс вот сюда, в Константинополь. Поскольку это Бунин, ему вместе с женой Верой Муромцевой выделяют отдельную каюту. Как вы понимаете, с учётом ситуации, это вообще высший люкс. Правда, им не на двоих каюту выделяют, они там едут вместе с Никодимом Кондаковым и его секретаршей Екатериной Яценко. Никодим Кондаков – это такой очень авторитетный историк, специалист по Византии, а Екатерина – она ему и ученица, и секретарь, и любовница, и отчасти сиделка, потому что Кондакову на тот момент уже 75 лет. В Константинополь приходят в ледяных сумерках спустя почти неделю пути. Французские власти с парохода всех отправляют в каменный ледяной сарай под ледяной же душ, потому что это дезинфекция, а она нужна, в свою очередь, потому что в городе эпидемия ТИФа. Бунин закричал «Мы с Кондаковым академики, мы бессмертные, нас никакая зараза не берёт». И врач махнул рукой и отпустил их. Первую ночь в эмиграции Бунин с женой проводят так же, как и тысячи других эмигрантов в каком-то неотапливаемом сарае, по которому гуляет ветер. Ни Бунину, ни Кондакову Константинополь категорически не нравится, они сразу начинают хлопотать о визах, довольно быстро получают болгарские и вскоре, сумев купить билет, что тогда тоже большая проблема, уезжают поездом в Софию. Кстати, уезжают они тем же маршрутом, который спустя 12 лет после описываемых событий обессмертит Агата Кристи в своём знаменитом детективе «Убийство в Восточном экспрессе». Именно по маршруту Восточного экспресса из Константинополя в Софию, тот, правда, дальше шёл ещё в Париж, и уезжают отсюда Бунин и Кондаков. Другие эмигранты, как семья Владимира Набокова, и вовсе не сходят на турецкий берег. 20-летний Владимир Набоков плывёт в Константинополь на греческом пароходе с подходящим названием «Надежда». Из Крыма уходили тяжело. На тот момент, когда «Надежда» выходила в море, уже начался артиллерийский обстрел. К тому же на корабле, как выяснилось, практически нет еды. И всё то время, что пароход находится в море, приходится полагаться только на те запасы, которые люди взяли с собой. Как мы понимаем, это тоже очень скудный запас. Набоков видит рассвет над Босфором и пишет стихотворение под названием «Стамбул». Кстати, на тот момент город ещё называется Константинополь, не забудем это. «Стамбул из сумрака встаёт, дворезка чёрных минарета, на смуглом золоте рассвета, над озорённым шёлком вод». В отличие от многих других русских эмигрантов, Набоков в Константинополе вообще не задержится. Спустя буквально пару дней «Надежда» выходит из порта и берёт курс на Грецию, на афинский порт Пирей. Солдатам и офицерам армии Врангеля разрешат сойти на берег после двух недель ожидания на кораблях. Основную их часть – 1-й армейский корпус под командованием генерала Кутепова – в Константинополь так и не пустят, разместив в 200 километрах к юго-западу, на берегу пролива Дарданеллы. Вот небольшой турецкий город Гелебалу на самом берегу пролива Дарданеллы. Очень красивые места, но всем тогда, конечно, не до красоты. От Стамбула сюда по морю примерно день хода. И именно здесь из кораблей высаживаются остатки 1-го армейского корпуса генерала Кутепова. Вообще этот корпус считается одним из самых боеспособных соединений в русской армии, но точнее считался, потому что на момент прибытия в Галлиполе люди измотаны, люди разоружены и люди мучаются тотальной неизвестностью, которая лежит у них впереди. И здесь важно объяснить, что из себя представляет город Галлиполе и все эти места в 1920 году. Как мы помним, только что закончилась Первая мировая война. И здесь разворачивалась одна из важнейших её операций. В России, кстати, про неё практически ничего не известно. Она называлась Дарданельской и союзники – Англия и Франция – вели её против Турции. Здесь была огромная десантная операция. Англичане и французы хотели пробиться к Константинополю и лишить турков контроля над проливом Босфор. И знаете, кто был главным автором и главным двигателем этой операции? Первый лорд адмиралтейства – Уинстон Черчилль. И это тотальная неудача. Десант терпит крах, потому что турки отчаянно сопротивляются. Огромные жертвы с обеих сторон. И спустя почти год боёв англичане и французы эвакуируются. В результате весь Галлиполе лежит в руинах. И когда сюда приезжает русская армия, то они застают поистине удручающую картину. Спустя несколько лет русские галлиполейцы издадут книгу воспоминаний, как они здесь находились. И вот одна цитата. «Город казался мёртвым. Развивающийся над одним из зданий греческий флаг говорил о жизни, но при всём старании глаз невозможно было разглядеть её проявление. Впечатление было тяжкое. Точно какой-то великан наступил на маленький городок, размял, раздавил, разбросал и ушёл дальше, посеяв смерть и разрушение». Именно здесь начинается то, что войдёт в историю как «галлиполийское сидение». Сейчас это слово почти забытое, но оно очень точно передаёт смысл того, чем будет заниматься здесь русская армия. Поначалу, когда русские сюда только прибыли, здесь было очень многолюдно. В лагере разместилось около 26 тысяч военных. Кроме того, здесь оказались и те, кто не относился к военным. Почти полторы тысячи женщин и больше трёх тысяч детей. А турок здесь на тот момент жило всего две с половиной тысячи, поэтому всех русских в городе разместить было попросту невозможно. Треть из них поселилась в городе, а остальные две трети остались в лагере, который располагался где-то в восьми километрах отсюда, вон в той стороне. И русских здесь, конечно, ждало огромное разочарование. На этом поле, примерно в семи километрах от Галлиполя, разбивают огромный военный лагерь. Слово самим галлиполийцам. Генерал Кутепов верхом на лошади проследовал в указанное французами место и нашёл здесь буквально голое поле, покрытое жидкой грязью. Где-то вдали виднелась гора, покрытая низкорослым кустарником. Вон она. Да сбоку серела полоска грязного гелеспонта. Имеется в виду пролив Дарданеллы, он с той стороны. Дул норд-ост и перегибал к земле колючие травы. Картина была настолько мрачна и пустынна, что Кутепов невольно спросил «И это всё?» И, вернувшись на пароход, даже ни с кем не поделился вынесенным впечатлением. Сейчас, как видите, тоже зима, погода очень приятная, солнышко. Мы уточнили у местных, это нам просто повезло с погодой. Обычно 200 дней в году здесь действительно дует очень сильный ветер со стороны моря. Плюс надо помнить, что в целом за сто лет климат стал существенно мягче. Почему ещё выбрали это место? Потому что до русского здесь размещался английский военный лагерь, и англичане сентиментально назвали это место «долина роз и смерти». «Роз» – потому что здесь произрастал дикий шиповник, «смерти» – потому что водились дикие змеи. Русские назвали намного прозаичнее и очень точно. От слова «галиполе» что слышится? «Голое поле». Так это поле и назвали. В «голом поле» ставят палатки. И здесь в ближайшие полтора года и будут жить остатки первого корпуса Кутепова. Нечто среднее между военным лагерем и лагерем беженцев. Русский лагерь располагался по обе стороны реки. Здесь везде стояли палатки. В ту сторону – до деревни Фын-де-Клы, а в ту – до побережья. Нужно сказать, что им удалось выстроить здесь целый большой город. Это, конечно, были самые простые, даже примитивные постройки из глины и камня. Семьи военных могли жить на территории лагеря. Условия жизни тогда были тяжелые. Русские не просто делили дома. Им приходилось жить по нескольку человек в комнате. Пространство просто разделяли простынями, которые развешивали как шторки. Работы для них здесь не было. Тут они пытались просто выжить, найти кровь и пропитание. В Стамбуле все было иначе. Там беженцы могли работать водителями, секретарями. Там сформировалась целая культура русских белых эмигрантов. Русские эмигранты здесь действительно вынуждены перебиваться совершенно случайными заработками. Все страдают от безденежья. Мало у кого есть средства на то, чтобы снять полноценную квартиру. Живут по углам. Кто-то в мечетях ночует, кого-то в церковь выпускают. Кому-то помогает российское посольство. Оно здесь же находится на Гран-Рю де Пера. Сейчас это называется улица Истекляль. Одна из центральных в Стамбуле. Здесь же вокруг формируется очаг такой русской жизни. Русские рестораны, русские кабаки. Мы про это подробно рассказывали в нашем выпуске про Турцию. Вот ссылочка, посмотрите, если не видели. Важно поместить в контекст количество русских, которые здесь одномоментно находятся. В тогдашнем Константинополе примерно 900 тысяч жителей. И в 20-м году сюда приезжают как минимум 150 тысяч русских. То есть не все высадились с кораблей, но 100 тысяч как минимум сошли. Плюс приезжали и до этого. Вы понимаете, какое количество русских здесь оказалось одномоментно. Всего через пару лет здесь останется всего 30 тысяч русских эмигрантов. А в 2028 году уже при Ататюрке начинается очень жёсткая политика «говорите в Турцию по-турецки» или «уезжайте». И это основная причина того, что в современной Турции от той первой русской эмиграции, в отличие от Парижа и Берлина, осталось очень немного. И очень немного потомков на сегодняшний день здесь живёт. Русские привнесли изменения в привычный уклад жизни города. В этом районе, например, они открывали рестораны. Там пели русские романсы. В общем, они как-то крутились, перебивались редкими заработками. Кто-то работал швейцаром, кто-то рубил и возил дрова из леса. А после сильных штормов к берегу обычно прибивало много деревяшек. Вот их собирали, продавали. Главная проблема русского лагеря в том, что работы в Галлиполе, той, за которую можно получить деньги, что-то на них купить, практически нет. Понятно, что русские берутся за любые падённые задачи, потихоньку продают своё имущество, которое можно продать. Понятно, что и казённое имущество потихоньку из лагеря утекает. Но в целом снабжение русского лагеря находится в руках французов. И они устанавливают рацион, который русские мигранты спустя несколько лет скрупулёзно записали и воспроизвели в этой книге «Воспоминания о Галлиполе», которую я уже цитировал. Итак, хлеб обыкновенный или бисквит. 500 граммов в день. Вот мы и здесь собрали эти продукты. Примерно 500 граммов. Муки, каши и однородных продуктов – 150 граммов. Вот мы здесь чечевицу положили для виду. Мясо мороженое или консервированное – 250 граммов. Вот мы взяли консервы. Соль. Где соль? Соль. Жиры. Масло мы купили для примера. Сахар. И чай. Конечно, по меркам двадцатого века, когда случались страшные голодухи, всё это не выглядит ужасным. Выглядит так, что наоборот французы старались. Что называется «merci, monsieur». С другой стороны, если посмотреть на это с современным взглядом, мы сразу поймём, что для здорового мужика, которых большинство в русском лагере, вот этого рациона на день, конечно, очень мало. Именно поэтому тема недоедания, тема где бы и что бы съесть, она постоянная и самая главная во всех оставшихся воспоминаниях о галлиполийском сидении. Об бытии галлиполийского лагеря у нас остался уникальный визуальный документ. Это сборник карикатур Михаила Чернявского, который работал под псевдонимом «Зера». Этот сборник потом был несколько раз переиздан уже в европейской эмиграции, несколько раз мелькал на разных аукционах и сейчас на онлайн-аукционе в сети тоже можно этот сборник найти, если вам интересно. Глядя на него можно понять, о чём думали, о чём переживали, над чем смеялись галлиполийцы во время своего сидения. Ну вот, например, здесь они очевидно разыгрывают корочки хлеба. Вы видите, кому один отворачивается и говорит вот такому-то, такому-то. И все надеются, что это им, потому что очень не хочется есть, а хлеба не хватает. Вот смотрите, делают суп из черепахи. И здесь есть ещё одна такая карикатура – охота за черепахами. Черепаховый поход они это назвали, потревоженное спокойствие девственных прерий. Понятно, что в долине водятся черепахи, это хоть какое-то мясо, и на них устраивают настоящую охоту. «Подживительными лучами весеннего солнца – охота на диких зверей». По картинке сразу понятно, что речь идёт о борьбе с вшами и прочими насекомыми, потому что мыла у галлиполийцев в первый месяц вообще не было, только потом французы его выдали, и поэтому проблемы в шеи и всякой такой нечисти она стояла очень остро. Прекрасная карикатура под названием «Гастроном». Человек ест змею, другой его спрашивает, «Что вы делаете, Сидоров? Это же отрава!» А тот говорит «Ничего, господин полковник, она варёная». Вот можно составить представление о работах, на которые подряжались русские сидельцы, потому что понятно, что они соглашались на любую работу. «Товарищ по несчастью» – мул и галлиполиец. Явно было социальное неравенство в лагере, как следует из следующей карикатуры, потому что офицеры и явно жили лучше солдат. И здесь называется «вылазка за бычком». Видите, солдаты ждут, пока офицер докурит и бросит бычок. Тут всё понятно без комментариев. И очевидно, всё это тоже не способствовало хорошей дисциплине. Вот играют они в футбол. Смотрите, называется «превращение потенциальной энергии в кинетическую». И это, кстати, абсолютно реальный факт. В русском лагере действительно была футбольная сборная. Даже в условиях лишений они умудрились пошить спортивную форму и обувь для игры в футбол, а также сами футбольные мячи. Внутри военного корпуса здесь появилось аж 23 футбольные команды. Русские проводили целые футбольные турниры. Даже сами турки с огромным интересом ходили на матчи. Они между собой играли? Играли только русские. Однако одна из команд, которую собрали русские эмигранты, называлась «Галиполиспор». Это был очень знаменитый футбольный клуб. На выездных матчах за границей они побеждали и чешские, и болгарские команды с огромным отрывом. Там были ещё, ну, англичане везде, и был английский корабль. И англичане вызвали белогвардейцев, потому что у них была гимнастическая секция, они такие были сухие, поджары, очень крепкие, ну, молодые все, хотя ветераны. И состоялся футбольный матч. Чем он закончился? Белогвардейцы выигрывали 3-1. За 20 минут до конца англичане плюнули и ушли. Только представьте себе, они создали там целую альтернативную жизнь. Открыли шахматный клуб. В том, что у них хватало на это сил, выражалось их мужество. И вот что интересно, в тот момент многие из них верили, что смогут вернуться и снова начать борьбу. Поэтому им удавалось поддерживать жесткую военную дисциплину. Собственно, это мы и видим на фотографии. Перед нами как раз то место, где офицеры заступали на караул. Они продолжали проводить учения, жить по военным правилам и придерживаться распорядка. Кутепов строго следил за дисциплиной. Два слова про самого Александра Кутепова. Это один из самых ярких людей белого движения вообще всей гражданской войны в России. Он такой прирожденный военный. Он начинает еще в русско-японскую войну. К Первой мировой он уже полковник. Оказывается, одним из немногих офицеров, которые в феврале 1917-го в Петрограде пытаются противостоять революции. Но, конечно, мало кто Кутепова поддерживает. Никто не хочет рисковать жизнью за монархию. Он возвращается на фронта Первой мировой. У него несколько ранений, несколько боевых наград. Впоследствии он примыкает к белому движению, участвует вместе с Деникиным в знаменитом ледяном походе. Может, когда-нибудь сделаю про это отдельный выпуск. В итоге, когда русская армия переходит под командование Врангеля, Кутепов остается командиром первого армейского корпуса. Сохранились воспоминания капитана Николая Раевского. Он пишет, что Кутепов держал себя здесь так, как до революции ни один генерал себя не держал. Например, он вчера собственноручно избил офицеров, пытавшихся перебежать к Кемаль-Паше и сорвал с них погоны. Перебежать к Кемаль-Паше – это имеется в виду завербоваться в армию, которую набирает Кемаль, будущий Ататюрк, с помощью которой он освободит Турцию и создаст современную Турецкую республику. Так вот, Кутепов пытается всеми силами, как и Врангель, сохранить из армии армию, чтобы потом идти с ней снова воевать в Россию. Именно поэтому всем попыткам завербоваться куда-то ещё он очень сильно противится, кулаками противится. При этом французы, которые здесь правят, они наоборот пытаются максимально разложить армию, пытаются максимально русских военнослужащих завербовать. Предлагают им отправиться воевать в Южную Америку. Там много своих войн в это время идёт. Кто-то едет. И Чернявский сохранил карикатуру на этот случай. Видите, здесь написано «бразильянцы». Бразильянцы – это те, кто очевидно отъезжают в Южную Америку как раз. Видите, их французский офицер вербует. Вербует в иностранный легион французский. И многие вербуются. Вывешивают французы многочисленные листовки с призывами вербоваться. Русские их срывают. Французы ставят часовых, чтобы эти листовки охранять. Чернявский по этому поводу оставил нам карикатуру. Здесь видно, как русские солдаты отвлекли часового, заменили листовку на другую, на которой было написано, что русская армия пойдёт только туда, куда ей прикажут Врангель. И потом потешались, как эту листовку француз, ничего не поняв, продолжает охранять. Такая вполне расистского вида листовочка, надо сказать. Отношения у русских с французами всегда были натянутые. Они постоянно конфликтовали. Французы специально не хотели идти на компромисс и удовлетворять требования Белой армии. Мне кажется, французы побаивались русской армии, поскольку она была очень сильна. А вот это сам Врангель. Почему его не пускали жить вместе со своей армией? Мне кажется, Врангель был тем человеком, который контролировал обстановку в Стамбуле и поддерживал международные связи. Мой дедушка всегда очень высоко отзывался о Кутепове, и стоит отдать ему должное, Кутепов действительно спас тысячи людей, когда они застряли в Галлиполе. Врангель иногда бывал в Галлиполе. Его жена сюда приезжала с визитом. Смотрите, очень люблю такие сопоставления. Это школа баронессы Врангель. Вот дети русские, которые в ней учатся. Это, соответственно, 1920 год, а это 2023-е. То же самое здание, те же самые ступени. В русском лагере с русскими военными сюда прибыло где-то от 200 до 300 детей. И для них устраивается эта школа баронесса Врангель. Ей покровительствуют. И она, собственно, называется школа Врангеля. Этот дом до сих пор под таким названием здесь помнят. Русские продолжали вести свой привычный быт, как и в России. Сохранили образовательные и военные учреждения. Мне кажется, это важно. Белые русские верили, что Россия просто перекочевала сюда вместе с ними. Они какие-то газеты издавали здесь? В Галлиполе выпускалась устная газета. Новости здесь каждый день зачитывали по громкоговорителю. Русские вообще очень много сделали для города. Было много талантливых просто поэтов или как их назвать, литераторов. Галлиполийская колыбельная песня. Вот у меня есть в моем архиве. Вот я ее буду читать. «Спи, мой милый, воин русский, Баюшки бою, Старжит араб французский, Колыбель твою. Пусть тебе приснится лира, Сахар, хлеб, инжир. Хоть во сне, Счастливый в мире, Ты устроишь пир. В Русь же пусть тебе не снится, Жизнь там нелегка. Жрет тебя там Лева Троцкий И подвал Чека. Спи в гор галлиполийских, Как в родном краю. Спи, боец, полей тавриды. Баюшки бою. Вальноопределяющийся Александр Михайлов. В лагере они организовали и театр, и библиотеку. Вот это театр, да? Да, это городской театр. Он мог разместить тысячу зрителей. А в лагере они организовали театр На две с половиной тысячи зрителей. За все время пребывания на Галлиполе Русские поставили здесь Более восьмидесяти спектаклей По произведениям Чехова, Островского, Гоголя. Здесь ставили спектакли По их произведениям. Местные, кстати, тоже с удовольствием Ходили на постановки и участвовали в них. В Русском Галлиполийском театре Выступает и Надежда Плевицкая. Такая очень популярная перед революцией Певица с русским народным репертуаром, От которой, как рассказывают, Приходит в умиление ещё царская семья. Николай Второй называл её Курским соловьём. Надежда Васильевна Пела, преподнося каждую песню Как спектакль, Как пьесу. Она переживала за содержание Каждой вещи. Этот человек из народа, крестьянка. Это уникальное вообще явление В русской культуре Из крестьян до высот мегазвезды. Плевицкая родилась в селе Винниково Курской губернии И в девичестве была Надеждой Винниковой. Когда она попала в танцевальную труппу, Где танцевал Эдмунд Плевицкий. Он, Эдмунд Плевицкий, Был очень яркий танцовщик Своего времени. Он танцевал в Варшавском театре Оперы и балета. Плевицкий огранил её талант Во многом. Повлиял на неё. Он был намного её старше. Они, видно, были очень дружны, Потому что вот она и спросила Из разрешения у матушки. Благословила. Их брак состоялся, Но потом распался. Наверное, по мере того, Как Плевицкая поднималась Всё выше и выше В творческом отношении. То есть у неё появлялись Просто большие гонорары. Она ярче привлекала публику. Купцы трезвели, Когда она пела «Тихо тащится лошадка». Есть, конечно, большая ирония и мой любимый случайно русский символизм в том, что важнейшее здание, связанное с историей важного для русской эмиграции человека Надежды Плевицкой и связанное также с очень важным пластом дореволюционной московской истории, сейчас под красным флагом и под надписью «Отель Советский». Это действительно советская гостиница. У неё есть своя большая история, своя мифология, про неё можно снять отдельный выпуск. Но до революции это место поистине легендарное. Вообще ресторан «Ярон» в Москве появился ещё в начале 19 века, и про него, не поверите, писал даже Пушкин. «Долго ли мне в тоске голодный пост невольный соблюдать и телятиной холодной трюфли яра вспоминать?» Но тот «Ярон» был в центре, на Кузнецком мосту. А в 1830-х заведение переезжает сюда за город, это ближнее Подмосковье. И дальше его история связана с именем такого Алексея Судакова. Это был такой ярославский купец, селф-мейдмен абсолютно, как все купцы. Он это заведение приобрёл, и он был одним из тех, кто придумал, как хозяева жизни, московские купцы, должны отдыхать. Значит, они должны под вечер на тройке с бубенцами, с цыганами обязательно. Кстати, здесь сейчас находится цыганский театр «Ромэн». Привет от тех времён. С цыганками, конечно же. Приехать, вырваться из города, пронестись через весь город со звоном, с песнями. Если вы смотрели фильм «Жестокий романс», вот там вот это хорошо показано. Приехать в ближнее Подмосковье, в Яр. Поехать в Яр – это вообще выражение, которое с тех пор вошло в русский язык. И дальше господа купцы здесь кутили. Кутили они до утра, кутили они напропалую. Столы ломились, вино лилось самое лучшее. За 100 рублей можно было отдельно измазать горчицей морду официанта, если он что-то не так сделал. За 120 рублей можно было бутылкой шампанского швырнуть, разбить венецианское зеркало. Господин Судаков обо всём этом заранее позаботился. И важной частью программы была живая музыка. Это сейчас в хороших рейстиках живая музыка считается мавитон. А тогда, наоборот, это считалось очень даже хорошо. И как раз здесь начинали карьеру будущей звёзды. Одной из которых и становится Надежда Плевицкая. И она приходит лично к Судакову на собеседование, он её берёт. И это стремительный успех. Господа купцы, когда слышали русские романсы и русские песни, которые Плевицкая пела, это был её основной репертуар, господа купцы, особенно под этим делом, они просто начинали рыдать. Через год Плевицкая уже знаменита на весь город. То есть все купцы про неё знают, значит, и все остальные про неё говорят. У неё уже ангажемент, у неё приглашения, у неё гонорары. И она через год от Судакова уходит, разрывая контракт долгосрочный. Он на неё подаёт в суд на 500 рублей. Но она уже может себе позволить. Вчерашняя крестьянка платит ему полмиллиона, идёт заниматься сольной карьерой. И с того момента она на некоторое время становится самой знаменитой исполнительницей России. Самой знаменитой исполнительницей русской песни. Ну, как в позднем Советском Союзе Алла Пугачёва. А сейчас я даже не знаю, с кем её сравнить, потому что сейчас всё очень развалилось на маленькие вселенные. Сейчас нету одной такой исполнительницы. А тогда вот была, это была Плевицкая. Её даже сравнивали, не поверьте, с Шаляпиным. И вот именно эта женщина уедет в эмиграцию. В общем, эта длинная история, очень яркая, очень драматическая, с трагическим финалом, который произойдёт уже в эмиграции, начиналась вот здесь, в Яре. Красного флага тогда не было. После того, как они расстались с Плевицким, у неё появился жених, как она пишет в воспоминаниях, Владимир Шангин, блестящий офицер. И за ним она едет на фронт. Ну, как тогда был такой патриотический подъём, Первая мировая война, я имею в виду. Она едет с сестрой Милосердия, блестящий офицер. Он был очень смелый человек, тоже генерал. Тогда выйти замуж за русского офицера, это была большая привилегия. В 15-м году его убивают на фронте? Его убивают в 15-м году. Надежда Васильевна очень тяжело это переживает, потому что ещё и в этом же году умирает её матушка. Значит, у неё был первый муж Плевицкий, и она Плевицкая, а третий муж её... Второй. С Шангиным они не были расписаны. С Шангиным не были, да. Но он Левицкий. Левицкий. Много шуток было на эту тему. Много шуток на эту тему. Она у каждого мужа убирает по одной буковке, потому что там пикантная фамилия получается, если на букву «Е». Итак, Надежда Васильевна, медовый месяц, ноябрь 1917 года. Её муж Юрий Левицкий, белый офицер. И Плевицкая оказывается просто в новой реальности. В этой реальности, просто надо знать из истории, что всем белым офицерам было предложено сорвать свои палеты и явиться... И пойти служить в Красную армию. В Красную армию. Юрий Левицкий сделал такой выбор. Осенью 1918 года, когда белые подошли к Курску, Левицкий напросился в разведку и взял неразлучную вместе с ним Надежду Левицкую. Жену. Да. Ни он, ни она из разведки не вернулись, чем изрядно всполошили начальство. Как только перешли фронт, всё, она его нигде не вспоминает, и совершенно другая жизнь, она уезжает на юг. Плевицкая знакомится со Скоблиным, но точно, это мы не знаем, как они познакомились, но мы точно знаем, что в Галлиполе они венчаются в октябре 1921 года в походной церкви. Оказавшись здесь, Плевицкая выходит здесь замуж за генерала Николая Скоблина. Прямо здесь играют свадьбу. Кутепов посажён на отец. И Кутепов рассказывают так восхищён и умилён тем, как Плевицкая поёт, что выделяет им с Скоблиным отдельную палатку. В общем, по тем временам невероятная роскошь. И Скоблин принимает решение с Надеждой Васильевной работать как её импресариум, организатор гастроли. Врангель был недоволен этим решением. И тогда Скоблин попадает в опалу у Врангеля. Запомните имя Плевицкая и имя Скоблин. Позже они сыграют очень важную и роковую роль в судьбе генерала Кутепова и вообще русской эмиграции. По воспоминаниям местных жителей, турчанки частенько пели русские песни вместе с русскими женщинами. Турецкие дети тоже охотно болтали на русском языке со своими русскими товарищами. У нас, современных русских, которые бывают в Турции в основном летом, может возникнуть этот логичный вопрос. Ну хорошо, зимой у моря неприятно, промозгло и ветрено. Но летом-то галипцы-галипольцы-то здесь ещё и лето, как минимум одно проводят. Да, ещё одна традиция, которую они сюда принесли, это купание на пляже. Почему-то до них у местных жителей это совершенно было не в ходу. Они даже поначалу удивлялись, зачем господа офицеры полезли в море. А потом как-то прижилось. На самом деле, помимо курортной, у русских беженцев была ещё одна причина принимать морские ванны. Помните, мы о ней говорили, когда смотрели карикатуру Чернявского? Это вши. С ними же как-то надо бороться. Солёная морская вода – то, что надо. Конечно, когда русские только прибыли на Галиполе, кладбище не было для них первой необходимостью. Однако среди беженцев были и раненые, и больные. Спустя какое-то время белые поняли, что кладбище им всё-таки нужно. Турки выделили им часть своего кладбища. За всё время в русском лагере умерло около 300 человек. Здесь, само собой, образовалось небольшое русское кладбище, которое до наших дней не сохранилось. И в 1921 году по проекту подворотчика технического полка Акатьева сооружается такой скромный монумент. Акатьев его придумал по мотивам древних курганов, когда каждый воин переносил камень и организовывался такой конусообразный монумент. Убежал из Новочернявского. Есть карикатура и про строительство этого памятника. Вот она. Вы можете видеть, что здесь помимо братьев-воинов, погибших непосредственно в Галлиполе, упомянуты также те, кто обрёл вечный покой в 1854-1555 годах. Это пленные времён Крымской войны. И память о своих предков-запорожцев было дальше дописано «погибших в турецком плену». Этой надписи сейчас нет, потому что монумент в 1940-х годах был полностью разрушен землетрясением и был восстановлен уже в 2000-е. И по решению турецких властей упоминание турецкого плена убрали. Здесь когда-то было здание полиции, а рядом – штаб русского корпуса. Сегодня его тут уже нет, но на старых фотографиях его можно увидеть. Большую группу военных, которых впоследствии отправили в Сербию, выстраивали именно здесь. Отсюда они и уезжали в Сербию. Понятно, что покинуть Галлиполи русские хотят прямо с того момента, как они здесь оказались. И, конечно, они живут надеждой на возвращение в Россию. В итоге большинство из них действительно окажется в православных землях, но совсем не на родине, а на Балканах, где их начинают организованно принимать. Для тех, кто оставался ещё в Галлиполи, для тех, кто не завербовался, не уехал отсюда раньше, Галлиполийское сидение окончательно заканчивается в мае 1923-го, когда отсюда на кораблях отбывает последний отряд под командованием генерала Мартынова. Они плывут в Сербию, где их уже ждут. В начале 20-х Сербия, тогда она называется «Королевство сербов, хорватов и славянцев», дает приют десяткам тысячам русских эмигрантов. Причём, в отличие от того, как их принимали в Константинополе, от того, как с ними обращались французы, здесь их принимают максимально радушно. Может, не с распростёртыми объятиями, но настолько дружелюбно, насколько вообще можно себе представить в той ситуации. Во-первых, русское население, русские эмигранты, они были этнически близки сербам. А это были православные, славяне, но в то же время люди, которым некуда было деваться. Это были образованные люди во многом. В значительной мере эмиграция была образована на уровне средней школы, гимназии, реальных училищ. И это было важно, потому что это были люди, которые были востребованы. Их они могли преподавать в тогдашних гимназиях, в школах. Они могли работать в качестве чиновников. И они могли восполнить тут огромный демографический дисбаланс, который произошёл из-за того, что, во-первых, Сербия участвовала в Балканских войнах, а потом в Первой мировой войне куча солдат и офицеров погибла. Причём эти солдаты и офицеры не кадровой армии, а обычный интеллигент, вечная интеллигенция. То есть люди, которые были призваны в армию и погибли там на фронтах войны. Важная роль в том, что Сербия так радушно принимает русских, играет король Королевства сербов, хорватов и славянцев Александр Карагеоргиевич. Он вообще слыл русофилом, учился в Петербурге в Пажевском корпусе. Ходили слухи, что его прочат в мужья одной из дочерей Николая Второго, который позже все, как мы помним, погибнут в Ипатевском доме. И у него есть личные мотивы – помогать российским иммигрантам. Что самое важное делает Сербия для русских иммигрантов, помимо просто оказания радушия? Их здесь снабжают необходимыми документами. Им начинают выдавать многим сербские паспорта, им начинают выдавать документы беженцев. И, что очень важно, их вообще оформляют официально как беженцев. Создают комиссию по делам беженцев. Вот сейчас, когда мы слышим о комиссии ООН по делам беженцев, это такая разветвлённая структура, много где по миру работает, она корнями уходит как раз в эту начавшуюся в Сербии историю, когда впервые была создана профессиональная организация, которая заботилась вопросами помощи беженцам, русским беженцам. Королевство Сербии, сербов, хорватов и шлавянцев, оно на самом деле разрешило, создав вот эту государственную комиссию, оно разрешило и действия русского посольства в рамках вот этой миссии. И поэтому это посольство имело право, имело юридическую эту возможность подтвердить их статус юридический. Потому что многие оказались без всяких документов. И, конечно, пересекать и тогда, как и сейчас, границы без паспортов было невозможно. Важно помнить, что у русских эмигрантов, по сути, нет никаких паспортов. Те, что есть, выданы страной, которая более не существует. Через Белград прошло много людей, в том числе, опять, из-за документов. В том числе, например, почему Бунин? Он не собирается оставаться в Белграде, но он некоторое время находится в Белграде, пока ему не выдали паспорт. То есть они, так или иначе, многие люди проходят разного уровня и разного образования. Какие здесь остаются? Вопрос. Кто остается? Прежде всего, военные, потому что военным худо-бедно. Кроме того, что их обеспечивают работой, тем, кто не может работать, инвалидам и так далее, выдают пенсии, выдают пособия, скажем так. Раз, помогают инвалидам, помогают старикам. Еще до последних галлиполийцев генерала Мартынова русские эмигранты начинают приезжать сюда, в Сербию, и на пике их здесь 40 с лишним тысяч. Что такое 40 с лишним тысяч в сравнении с теми с 150 тысячами, что одномоментно прибыли в Константинополь, спросите вы. Но надо все цифры понятно помещать в контекст. Скажем, население Белграда тогда – это всего-то 110 тысяч человек. А русских одномоментно, особенно когда приехали галлиполийцы, здесь тоже оказывается намного больше 40 тысяч. До 100 тысяч они просто используют Белград как хаб для дальнейших перемещений по Европе. Приезжают они сюда, кстати, в основном кораблями, и очень многие выгружаются в порту Дубровник. Он тогда тоже входит в Королевство сербов, хорватов и славянцев. Это тот самый Дубровник, который в наши времена станет популярным курортом среди россиян на Адриатическом море. Большинство, конечно, направляется в Белград, потому что здесь есть больше всего возможностей найти работу. Это первое и главное, что нужно приезжающим. Работы для иммигрантов в Сербии много в буквальном самом физическом смысле слова, потому что после Первой мировой страна лежит в руинах, многие дороги нужно восстанавливать и ремонтировать. Помимо этого возникло же новое государство, и другие дороги нужно вообще строить с нуля. И, конечно, русские иммигранты, особенно недавние военные, молодые и крепкие мужчины, они очень подходят для этой задачи. Новое государство с удовольствием их на это рекрутирует. В 20-х годах несколько тысяч русских, как минимум несколько тысяч, работают на строительстве мостов, на прокладке туннелей, на ремонте и строительстве дорог. В основном это бывшие военнослужащие. И несмотря на то, что они, конечно, люди крепкие, это явно не та работа, к которой они привыкли. И, пожалуй, что не та работа, которую кто-либо из нас мог бы себе пожелать. Офицеры тут физической работой занимаются, грузят шпалы, строят железную дорогу. А это офицеры, да? Офицеры – это мы видим, если увеличить картинку по эпалетам и по знакам офицерским. У одного из них есть офицерские знаки, если вы речите. Это уже на строительстве дороги в Корбевце. В горах высоко русские офицеры ломали камень, прокладывали дорогу, взрывали высокогорные кряжи и прокладывали дорогу. Дорогу эта сохранилась до сих пор. И так она и до сих пор называется «Русский пуд». Часто русским платят меньше, чем местным. Просто потому, что они сами готовы работать за любые деньги. Часто сербы отказывают русским эмигрантам под таким благовидным предлогом, что, мол, мне неловко такого уважаемого человека, высокопоставленного офицера вообще заставлять работать. И как это многократно будет повторяться и в других центрах русской эмиграции, вся эта ситуация смешала то, что в дореволюционной России было незыблемым, а именно сословное различие. И здесь наряду с совершенно обычными людьми, поисками работы вынуждены заниматься и представители высшего дворянства. Ходят, например, легенды про то, как бывший волынский вице-губернатор Сергей Шереметьев работает здесь обычным клерком в английском страховом обществе. И это ему ещё повезло найти эту работу, потому что, например, бывший предводитель московского дворянства князь Голицын работу не нашёл и живёт на содержании у своей жены, которая шьёт бельё. Это к тому, что, друзья, если вам повезло и у вас много денег, никогда не стоит думать, что эти деньги будут с вами вечными. Деньги кончились, содержать армию нужны деньги. И никакие бы заработки не спасли бы, но в распоряжении Врангеля оказалась, ко всему ко прочему, Петроградская судная казна. Петроградская судная казна, само же название, это ломбард, или серебряная казна. Когда-то, ещё в XVIII веке, Иван Ивановичем Бицким, основанная как раз для того, чтобы на вырученные деньги помогать сиротам и так далее… А как она к Врангелю попала? Захватил. Ну, её эвакуировали. Как и многое другое, когда немцы угрожали Петрограду. Вот эти вагоны, восемь вагонов с этим самым серебром. То есть это было восемь вагонов драгоценностей? Ну да. А что значит в распоряжении Врангеля? Он потом их с собой забрал на Балканы? Эти восемь вагонов, они оказались на юге, потом их врангелюцы захватили и увезли с собой на этих пароходах, а потом увезли на Балканы. И на что он их тратил? Ну, на содержание армии. Это очень интересная история, потому что это был колоссальный скандал. Ведь это же эти вклады и заклады, это частные лица. Они даже могли предъявить, наверное, права свои. Совершенно верно. Хотя очевидно, что их большая часть осталась в Советской России. И врангелюцы они опубликовали объявление, что в течение такого-то периода предъявляйте эти самые претензии, а то будем её продавать. Это был грандиозный скандал. И второй момент. Попробуй продай. Кто же это купит? Вот захватил какой-то генерал чью-то собственность, а теперь собирается продать. Продали через частную фирму одну. Причём продавать как предметы, это было, сошли опасно, потому что их могут опознать, затребовать и так далее. Это продали как лом серебряный. Мало того, что как лом, ещё и с 30% дисконтом. Но выручили худо-бедно 110 тысяч фунтов стерлингов. Это огромные деньги для Балкан. Динар была довольно слабой валютой. Почему ещё на Балканы? Жизнь была дешёвая. Это один из важнейших, если не самый важный, эмигрантский фактор. 10 тысяч зарезервировали, если всё-таки появятся какие-то владельцы, а 100 тысяч пошло на содержание армии. И он где-то около года содержал ещё армию. Бурангель пытался организовать что-то вроде правительства возгнания. Русский совет там был такой. Ну, около года он просто существовал. Это было там со столицей Сремских Карловцев. Мы в маленьком сербском городке, я бы сказал, Сремские Карловцы, примерно в часе езды от Берлграда. Это очень важный город для нашей истории. Именно здесь в 22-м году селится барон-генерал Пётр Николаевич Врангель. Вот в этом доме он живёт. Здесь до сих пор висит мемориальная табличка и до сих пор здесь обычный жилой дом. Офицеры Врангельевского штаба распределяются, расквартировываются по городу и тоже здесь в течение четырёх лет живут. Два слова об этом человеке. Если вы постарше, то, наверное, помните песню, которую в советские времена разучивали во всех школах. «Стойка армия чёрных барон, снова готовят на старский трон». «Нот тайги до британских морей. Красная армия всех сильней». Чёрный барон – это как раз Врангель и есть. Почему он чёрный? Потому что в последние годы он всегда появлялся в одной и той же форме одежды. Это была черкеска, чёрного цвета с газырями. Это такие заряды пороховые, которые вставлялись в специальные кармашки на черкеске. Поэтому он действительно был чёрный, в чёрной папахе. Это правда. Чёрный барон. Но то, что он снова готовил царский трон – это ложь. Причём обидная для Врангеля ложь, потому что он монархистом не был. По мере того, как он делал карьеру в Белой армии, а до того, как вообще попасть в армию, он был знаменитым светским персонажем в столице. Он был двухметровый красавец, коногвардеец, покорил сердца огромного количества женщин. В общем, был во всех отношениях заметным человеком. Так вот, когда он уже делает карьеру в Белой армии, он находится в жёсткой конфронтации с генералом Деникиным, потому что Деникин – такой человек консервативный, несгибаемый. Врангель, наоборот, пытается найти компромисс и понимает, что восстановление царизма в прежнем виде невозможно. Понимает, что нужно договариваться с разными силами. Пытается с зелёными, с партизанами договариваться, с Махновкиной договариваться, с теми, с другими, привлекать на свою сторону простых людей, крестьян. Он понимает, как важно это делать в обстановке гражданской войны и большевистской пропаганды. Во-первых, он был очень хорошо образован. По образованию он был инженером. И у него была европеизированная, европейская, так скажем, семья. Многие среди его друзей, родственников, его окружения получили образование в Европе. Его политические взгляды заключались в том, что народ должен сам решать, какое правительство он хочет. В общем, уже Белое движение проиграло к моменту, когда он становится главнокомандующим вооружёнными силами Юга России. Отступление из Крыма, Константинополь и вот Сербия с Ремскей Карловцы. Врангель живёт в ранге очень известного, уважаемого человека, собственно, персонификации русской эмиграции во многом, потому что он воспринимается её лидером. Он женат, у него четверо детей. Последний по времени сын родился у него как раз в 22-м году, уже здесь, в Сербии. Здесь остаются архитекторы, масса архитекторов, потому что вот, наконец-то они могут, особенно молодые, те, которые, например, не успевали в России, может быть, себя выразить, начинают себя выражать здесь, потому что перед ними поставлена задача короля Александра строить столицу, новую столицу новой страны. Для этого нового королевства Ягославии старые вот эти маленькие узкие улочки и так далее не подходят. Это общее строительство. Всё сносится и создаётся город, который мы сейчас видим. В голове Александра Кирогеоргиевича созревает план строительства совершенно нового города. И, к счастью для него и для этого плана, здесь в тот момент оказываются десятки первоклассных архитекторов, русских эмигрантов. Пожалуй, самый известный из них – Николай Краснов. Вот ему даже здесь поставили памятник. Он из уважения к стране, принимающей стране, будет подписывать свои работы Никола Краснов. Вообще, очень интересная судьба у этого человека. Он родился в простой крестьянской семье и сделал головокружительную карьеру. Благодаря своим талантам и трудолюбию он дослужился до придворного архитектора Николая II. И, например, среди его самых известных работ императорский дворец в Ливаде, знаменитый. В 1919-м Краснов отплывает из Крыма, как многие с китайцей бедствуют в эмиграции, пока не оказывается здесь, в Белграде, и не начинает получать от короля напрямую, как рассказывают очень выгодные заказы. Он становится инспектором по строительству. И современный вид Белграда – это во многом заслуга именно Николая Краснова. Сегодня это главное здание правительства Сербии. Здесь работает премьер-министр, то есть глава страны со своими министрами. Это здание с нуля строил Краснов. Значит, он сначала его строил, потом и достраивал. Главный купол – фигура женщины, который держит факель, символ Югославии. 150 архитекторов переехало к нам, плюс еще около 100 инженеров, которые строители. Кроме Краснова, у нас очень много и очень хорошо работали и Василий Андросов, Лукомский, Баумгартнер. Баумгартнер, кстати, как раз архитектор здания, тоже министерство обороны. А Николай Краснов ведь он и умер здесь, да? Он до конца жизни прожил в Белграде. Да. Многие архитекторы, которые переехали, многие из них в 30-х годах переехали дальше, в Западную Европу, в США. Да. Но Краснов и другие важные архитекторы, они практически остались до конца своей жизни в Белграде. Краснов умер в 1939 году. Недавно одна улица в районе Врачаре, названа во его честь, улица Николая Краснова, неделеко от храма Светова Саве. Вы же помните, что на пике здесь, в Сербии, живёт больше 40 тысяч русских эмигрантов, при этом у них долгое время нету своей приходской церкви. Для эмигранта, как вы понимаете, особенно в то время это важная вещь. В 1924-м, вот здесь вот есть один из важнейших соборов православного Белграда собор Святого Марка на задах этого собора. Вот здесь вот буквально выделяют русским священникам-эмигрантам обычный сарай, хозблок, и разрешают им там организовать свою церковь. Русские начинают очень быстро строить, строятся по проекту русского архитектора Валерия Сташевского. Торопятся они, потому что, несмотря на хорошее отношение со священством собора Святого Марка, есть опасения, что они могут передумать. И буквально за пару месяцев этот собор готов. И как его вот тогда построили, так он здесь до сих пор и стоит. И с 50-х годов фамилия приходского священника церкви Святой Троицы – Тарасьев. Сначала был Тарасьев из первых русских эмигрантов, потом священником стал его сын, тоже Тарасьев, и сейчас священником здесь его внук – Виталий Тарасьев. Во время революции семья моего дедушки проживала в Мариуполе. И в Мариуполе в ходе революции прадеда, к сожалению, убили почти всю семью. А дед в одиночестве приехал сюда, на Балканы. И вот до смерти, до 1974 года он служил в нашем храме. Ну, он всегда занимался народом, служил, исповедовал, общался с прихожанами. И то, что его народ любил, почитал, обращался к нему всегда. Это была его жизнь, это его призвание. А он скучал по России? Ну, конечно, из этого поколения, насколько я помню, это первое поколение русских беженцев. Они все, во всяком случае, сидели, жили на чемоданах, потому что надеялись, что в какой-то момент какая-то перемена наступит, и они смогут вернуться домой, то есть себе на родину. Это такое особое чувство. Вот эта проблема русской церкви была не в том, что можно ли ее построить возле святого Марка или нельзя, а проблема двух колоколов. Как же мы одновременно, при всей похожести, будем бить в колокола, но тем не менее, Сербия поддерживает. Ну и Сербия выделяет, в городе Сремские Карловцы выделяет часть своего патриархийского дворца для того, чтобы разместить русскую православную церковь за рубежом. Почему Сремские Карловцы – еще такое важное место на карте русской эмиграции? Потому что именно здесь, в 1921 году, образуется русская православная церковь за рубежом. Все, собственно, происходит вот в этой патриарше-резиденции. Это резиденция тогдашнего сербского патриарха Димитрия. Вместе с армией Врангеля из России уехал и митрополит Киевский Антоний. Он эту церковь и возглавит. В 1921 году здесь проходит, по сути дела, собор, вновь создаваемый церковью. Хотя поначалу она декларирует подчинение патриарху московскому Тихону. Мы помним, что он находится под страшным давлением советской власти. Он про решение Карловацкого собора, как его потом будут звать, узнает задним числом, и он его не утверждает. Отношения с самого начала натянутые с Москвой. И окончательно они будут разорваны в 1927, когда тогдашний блюститель патриаршего престола митрополит Сергий опубликует свою знаменитую декларацию, в которой фактически признает советскую власть. Конечно, такого принять и простить зарубежная русская церковь не может. И с того момента, с 1927 года, все контакты между двумя ветвями русской церкви прекращены фактически полностью до конца 90-х, до начала 2000-х годов, когда там уже Путин в этом участвовал, а вот эти две ветви русской церкви опять формально объединятся. Сейчас на фоне событий в Украине в том числе снова всё не так между этими ветвями просто. Но это уже другая история, а вообще организовавшаяся здесь русская православная церковь в изгнании, она для всего западного мира и, в частности, для Америки, куда потом переедет в Нью-Йорк её штаб-квартира, будет главной и легитимной русской церкви. У неё будет много недвижимости, монастырей, она будет землёй владеть и вообще будет играть очень существенную роль, которая, в общем, и сейчас продолжает играть. Одно из главных дел, на которое король Александр Коргеоргиевич даёт и соизволение, и более того, деньги даёт, это русский дом. Он открыт в 1933-м. Это не главный политический центр русской эмиграции. Политическим центром остаётся русское посольство, которое вот с той стороны русского дома находится. До 1940 года Королевство сербов, хорватов и славянцев, которое уже называется Королевство Югославии, не признаёт советскую власть и над старым русским посольством по-прежнему развивается трёхцветный флаг. Но здесь, в русском доме, организуется такой культурно-научный центр русской эмиграции. Здесь работает научный институт, здесь работает издательство, здесь работает гимназия, здесь проводятся выставки. И сюда стекается вся сколь-либо образованная часть русской эмиграции, до двух тысяч человек в день приходит в середине тридцатых. Правда, помимо этой красивой культурной функции есть одна ещё неформулируемая. Это такая административно-надзорная функция, тоже важная. Возможно, в том числе и поэтому открытие русского дома встречают не только с радостью, но и с некоторой иронией. Особенно в молодых кругах русской эмиграции. И, например, сатирический журнал «Буха», о котором мы сегодня отдельно ещё поговорим, встречает открытие русского дома такой эпиграммой. «Не кичись, Европа, дура! Есть у нас своя культура. Русский дом, блины с икрой, Достоевский и Толстой». Ну а над чем вам ещё было иронизировать, кроме как над русским домом? Попробовали бы они так поиронизировать над королём Александром, который оказал им поддержку и принял их. Попробовали бы они так поиронизировать над сербской элитой. Нет, ты смеёшься над тем, что своё. Я считаю, это очень актуальная всегда частушка. Я давно её пытаюсь прочитать со сцены именно «Русского дома», но как-то не удаётся. Вот сейчас будет 90-летие «Русского дома», я прорвусь на сцену и прочитаю её, и буду считать, что моя миссия закончена. Вы говорили, что ваш интерес к русской эмиграции во многом начался с журнала «Бух». Что это был за журнал? Три парня, друзья, сформировали некий очень интересный, вот я всё время говорю, сатирический журнал. Они действительно были очень зубастыми, наступили на мозоли всем, кому могли наступить. И тем не менее они держались. К сожалению, далее их судьба сложилась настолько печально, что я как-то и останавливаюсь на 30-е годы, потому что, например, один из буховцев, Борис Гонусовский, стал потом во время войны редактором этого коллаборационистского издания. Запомнить эту историю, к ней и к событиям Второй мировой мы ещё вернёмся в следующих сериях. Интересная, кстати, судьба русского дома дальнейшая. Он останется работать в этом качестве и после войны, когда сначала сюда придёт Красная Армия, потом, когда маршал Титу установит в Югославии социализм, и даже, когда Тита вдрызг разругается со Сталином, отношения будут совершенно испорчены, даже будет закрыто советское посольство в Белграде, а русский дом будет продолжать работать. Он будет работать тогда под названием «Дом советской культуры». Потом он логично стал русским домом, который находится в ведении Российской Федерации. Сейчас он принадлежит государственному российскому агентству Россотрудничества. И, кстати, по поводу агентства, как я уже рассказывал, в последнее время из-за моего статуса очень многие государственные служащие организации опасаются давать мне интервью. Но вот «Русский дом», несмотря на то, что это часть Россотрудничества, сказал с удовольствием – приходите, потому что здесь русским независимо от их статуса рады и в 1900, и в 2020 годах. Здесь, в этом зале, происходили достаточно тяжёлые дебаты, потому что время было неспокойное. Это 1933 год, и вплоть до начала Второй мировой войны здесь сталкивалось левое крыло русской эмиграции, с ультраправым. Здесь собиралась цвет русской научной мысли, русской интеллигенции. Если мы сравним другие центры эмиграции – Берлин, Париж, я не знаю, Прагу и так далее, то Белград, когда речь идёт о научной эмиграции, он, можно сказать, почти идеальная картина, благостная. Более 15 академиков русских, масса профессоров, работающих в университете. Просто потому, что в университете он тоже только формируется. Своего кадра нет. Вот здесь, в здании Белградского университета, уже в 1921-22 учебных годах работает 33 русских преподавателей. По этому поводу я нашёл хорошую цитату сербского поэта Милоши Цырнянского. Бедные, старые, лохматые русские профессора наполнили на чужбине книгами кафедры и университеты. Как некогда греки после падения Константинополя. Вряд ли господин Цырнянский мог лично видеть падение Константинополя и тех греков, потому что это случилось в середине 15 века. Однако образ, конечно, сильный. И эти лохматые профессора с кипами книг пыльных прямо предстают перед нашим мысленным взором. В начале тридцатых эта улица называется Короля Милуна и тогда и сейчас это, пожалуй, главная русская улица Белграда. Именно здесь установлен памятник Николаю Второму. И вообще вся эта улица сплошь про русских эмигрантов, в том смысле, что здесь русские магазины, русские лавки, русские аптеки, русские продукты. И невозможно пройти в тридцатых годах по этой улице в людный момент, чтобы не услышать русскую речь. Кстати, и сейчас тоже самое. Идёшь по ней и русскую речь периодически слышишь. Антикварный магазин Варвары Князевой. Но тут продавали вовсе не антикварные вещи. Дело в том, что русские, прожив тут месяц, два, год, пару лет, могли захотеть уехать. И когда они уезжали, у них было очень мало денег. И каждая вещь что-то стоила. И в таких условиях надо было избавиться не только от предыдущего места жительства, но и от кровати, шкафчика, шифонера. И тогда русские приходили в такие магазины, антикварные магазины, русские антикварные магазины, но там продавали не древности, а там продавали буквально бытовые мелочи, которые, уезжая из страны, они должны были остаться. То есть комиссионка, по сути дела. Комиссионный магазин, да, того периода. Но он отличался тем, что туда в основном и ходили русские продавать, и покупали русские приезжавшие. Это рынок. И на рынке самая тяжелая работа в городе это была работа разносчика. Торговля в разнос. И вот одного из уличных разносчиков, мы видим, он ходит по рынку и что-то предлагает. Мы можем предположить, что он тоже русский эмигрант. Да, не только можем предположить, а мы знаем, что он русский эмигрант. Эта фотография хранится в архиве, и она написана «Русский торговец в разнос». Она хранится в архиве. То есть он, наверное, к этому моменту сербский уже подучил? Собственно говоря, все это зависело от личных склонностей и афинитетов. Некоторые русские эмигранты плохо говорили по-сербски вплоть до конца своих дней в 60-70-х годах. А некоторые уже прекрасно заговорили к началу 20-х через пару лет. Отличие этой эмиграции здесь в том, что она не жила в капсуле своих интересов. Она сразу интегрировалась в общество. Она жила в рамках сербского общества со всеми плюсами и минусами этого общества. Она не замыкалась в своих сообществах – литературных, военных, идеологических. И, конечно, важнейшая часть русского Белграда той поры – это русские рестораны. Да, русские принесли в Белград ресторанную культуру. Вот здесь, в самом центре, там буквально в 100 метрах памятник Николаю II, другие важные сербские государственные здания. А здесь, на этой улице, располагается знаменитый ресторан «Русская лира». Это новостройка. Лира была в том доме, который здесь стоял до того. Владелец этого заведения до того держал места в Петрограде и в Москве. А здесь, в «Русской лире» выступают Александр Вертинский, Пётр Лещенко, Надежда Плевицкая. Кстати, важно заметить, что хороший ресторан той эпохи – это обязательно с живой музыкой. А поскольку здесь находится много первоклассных русских исполнителей, то часто не очень понятно, это ужин или вообще концерт, за который ты платишь. Во что влюбился в Белград? Он влюбился в балалайочников. Вот я не знаю, но каждый далее сербский ресторан, он должен был содержать балалайочников. В общем, русские чувины, русские балалайки, известные русские балалайки, они уже стали частью и сербских ресторанов. Всё та же эмигрантская газета «Бух», иронизируя над ресторанными привычками русской эмиграции, описывает их от лица сербов и говорит нам, что нам дали русские. Русский балет, русский салат, русскую балалайку, русских аристократов, русские иконы и обычай целовать руку женщинам. Хорошая традиция. Так вот, продолжает «Бух». А что мы, сербы условные, дали русским? Ракию, умение ругаться. Тут я думаю, что они заблуждаются на эту тему. Гражданскую службу с кое-какой зарплатой, чистая правда. Ну а те, кто женился на наших девушках, ещё и приданные. Мы всё время говорим, что ладно, есть русские там, сям, балет и так далее, но то, что у русских есть приоритет в такой области, как комикс, мы не знаем. А на самом деле, вот европейский комикс, ягославский комикс, такая солидная, совсем серьёзная часть европейского комикса, этим занимались русские эмигранты, которые начинают совершенно свободно использовать серьёзнейшие темы. Ну, смотрите, есть комикс русского эмигранта «Тихий дон». Такой творческий диалог. С Шолохом. Творческий диалог с Шолохом. Ничего себе. Шолохов там, он здесь. Шолохов там, он здесь, и он рисует. При всём при этом это не какая-то грубая сатира, это не шарж, это не карикатура, это серьёзнейшая дискуссия, но тем не менее это и авантюрный роман, который интересно читать. – А на каком языке они были? – Они выходили на сербском языке. Более того, они сразу же издавались, почти сразу же. Во Франции, в Бельгии. – И это приносило хороший доход? – Это приносило хороший доход. Тем временем у барона Врангеля заканчиваются деньги на содержание многотысячной армии. Он понимает, что сохранить её в былом виде никак невозможно. И придумывает выход. Вот с Ремской Карловцы город на несколько тысяч жителей, а здесь помимо мемориальной доски Врангель ещё и памятник Врангелю. Причём, обратите внимание, как он прикольно стоит. Он стоит на фоне большого фото сослуживцев Врангеля и его самого, которые отмечают пятилетие вступления Врангеля в должность главнокомандующего вооружёнными силами Юга России. Поскольку идея армии, которую нельзя распускать, и которая снова пойдёт на большевиков, Врангелем владеет до самого конца, то здесь, в Сремских Карловцах, происходит ещё одно очень важное событие для истории русской эмиграции. На тот момент существует уже довольно много ветеранских организаций. Есть организация ветеранов Галлиполи, есть ветеранская организация участников ледяного похода. Их много, но они разрозненные. И Врангель решает все их объединить в единую организацию, которую он и создаёт своим приказом 1 сентября 1924 года. Она называется Русский общевоинский союз – РОВС. Это очень важная аббревиатура, потому что на самом деле и в Советском Союзе будут очень часто РОВС вспоминать как одну из главных контрреволюционных антисоветских организаций. Советская власть наверняка думала, что это была контрреволюционная организация, и они действительно вели контрреволюционную деятельность в России. Но в душе он, конечно, понимал, что шансов вернуться назад и отменить большевистскую революцию было очень мало. Но он смотрел на это так. Россию оставило целых 2 миллиона человек, которые разъехались по всему миру, по всему миру. Он относился к РОВС как к точке связи, необходимой иммигрантам, которые не говорят на иностранном языке, которые находятся в чужом враждебном месте, без работы. Им нужен был способ поддерживать связь. Я думаю, именно в таких целях он создал РОВС. Идея была поддерживать связи этих военных, чтобы в случае чего можно было эту армию воссоздать. И были отделы общего воинского союза в Париже, в Берлине, в Праге и других, в Болгарии, в Сербии, в тех местах, где были какие-то группы бывших военнослужащих. Смысл был в поддержании этого единства. И подготовки возможны к будущему этому походу, весеннему или ещё какому-нибудь… Который никогда не состоялся. Вот это ожидание возвращения, ожидание предстоящего весеннего похода, ожидание того, что большевики ненадолго, оно постоянно будет жить с русской эмиграцией, постепенно растворяясь. Постепенно, конечно, люди всё больше и больше разочаровываются. Что касается барона Врангеля, он в 1926 году последний раз выходит из этих дверей своего дома в Сыремских Карловцах и уезжает в Бельгию, в Брюссель. Официальная биография гласит, что он там работал в какой-то фирме. Но на самом деле он до последнего не оставлял надежды на то, что удастся организовать новое наступление на большевистскую Россию. Именно поэтому он уезжает в Бельгию. Основная причина была та, что руководство организации из периферийной страны, находящейся вне центра Европы, практически затруднено. Ни с немецкими, ни с французскими, ни с английскими представителями анонимно встретиться было невозможно. Поддерживать связи с любыми представителями нелегальных каких-то организаций было так же невозможно. Это был маленький городок, где все всех знали, и прибытие сюда любого человека сразу становилось видно. То есть в этом смысле Брюссель был намного более выгодным местом? Да. С одной стороны, он находился в Западной Европе и находился между Англией, Францией и Германией. С другой стороны, он не находился на территории ни одной из этих государств. Таким образом, может, был какой-то нейтральный собор. То есть для Врангеля Брюссель представлялся новым удачным хабом? Да, безусловно. Ну а в 1928-м в Брюсселе Врангель неожиданно заболевает туберкулёзом и быстро умирает. Так заканчивается эта славная страница в истории русской эмиграции. Есть только важное и красивое послесловие. Врангель завещал похоронить себя в братской славянской стране. Очевидно, это Сербия. И гроб с его телом будут торжественно вести, часто нести на руках русские эмигранты от Брюсселя до самого Белграда. Он скончался в Брюсселе, сюда его привозили на поезде. К поезду выходили на всём пути следования через королевство Югославию русские эмигранты с венками, с цветами, плакали. То есть во всех городах такие мини-демонстрации организовали поезду, который проходил. А когда он прибыл в Белград, то даже жители Белграда ошалели, и в газетах выходили надписи, так живём ли мы в сербском или в русском городе. То есть сюда не только вся русская община вышла, но и приехавшие русские со всех мест ближайших, и не только из Югославии, но и из других соседних стран, приехали поучаствовать в всём этом процессе. И несут через весь город, с железнодорожного вокзала, свято-троицкую церковь, и на всём пути следования стояли построенные представители русской эмиграции. Скажите, известно, что генерал Деникин, останки генерала Деникина были перезахоронены в Москве. Почему, как вам кажется, Врангель не был перезахоронен? Ну, во-первых, потому что его семья, то есть потомки его не согласны с этим. Я написал письмо по этому поводу. Я написал, что Сталин и мумия Ленина всё ещё на Красной площади. Мой дед похоронен в Белграде со своими солдатами. Если бы пришлось вернуть его обратно, особенно когда 50% населения всё ещё думает, что Сталин был великим лидером, он бы перевернулся в могиле. Это противоречило бы всему, во что он верил. После смерти Врангеля русский общевоинский союз возглавляет генерал Александр Кутепов. Именно при нём союз полностью оправдает статус антисоветской организации, которым наделили его в СССР. Ещё в 1927-м Кутепову удаётся заслать туда несколько групп боевиков для совершения терактов. Тогда говорили «саботажа» в большевистских организациях. Большинство диверсантов будут арестованы, но одной группе под руководством Виктора Ларионова удаётся выполнить задание. 7 июня 1927-го они забросали гранатами парт-клуб Ленинградского коммунистического университета. Один человек убит – более 20 ранено. Это будет одной из очень немногих удавшихся диверсий белых эмигрантов на территории СССР. Акция вышла громкой, но совершенно бессмысленной, если не прямо вредной. Никто из заметных большевиков, тем более вождей, не пострадал. Разумеется, они и не собирались появляться в тот день в том незначительном парт-клубе. Зато взрыв дал ОГПУ отличный повод для новых репрессий. В итоге это будет стоить Александру Кутепову жизни. Он погибнет при попытке похищения советскими спецслужбами. А его сменщика на посту – главы РОВСа – они успешно похитят и доставят на Лубянку. Причём активное содействие в этом им будут оказывать сами русские эмигранты. Причём те, кто входил в высшие круги армейской белой эмиграции. Как это стало возможно? Какие аргументы советская разведка приводила для этих людей, что заставило их действовать так, как они действовали? Как вообще вопрос возможного возвращения на родину и сотрудничества с Кремлём расколол русскую эмиграцию? Что требовалось от тех, кто получал от Москвы разрешение вернуться? Почему, например, Алексея Толстого стали называть «красным графом»? Как в середине 20-х менялась география русской эмиграции в Европе? Почему многие эмигранты стали стремиться в Чехословакию и сюда, в Германию? Как, опять же, здесь, в Германии, на эмиграции сказался приход нацистов к власти? Насколько это был важный раздел для эмиграции – уезжать отсюда, ехать дальше или оставаться и пробовать пересидеть, а может быть, сотрудничать с Гитлером? Как будет выглядеть бытовая жизнь русской эмиграции в Праге и в Берлине, где, например, Владимир Набоков прожил много лет, но при этом принципиально не учил немецкий и всё время хейтил Германию? За что? И как, кстати, удалось обычному русскому эмигранту здесь, в Боне, поселиться в Императорском дворце? Обо всём этом мы поговорим в следующей серии нашего выпуска про белую эмиграцию. Подписывайтесь на канал. Скоро увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова